По-прежнему один из самых распространенных видов мошенничества – обман в интернет-магазинах. При этом жертвами злоумышленников становятся уже не бабушки и дедушки или подростки, а жители нашего города средних лет. Мужчины в основном заказывают детали на автомобиле, женщины что-то из парфюмерии, одежды. И по итогу получается, что отправляют денежные средства, а товар, который они заказывают, не приходят. Но в последнее время участились и другие формы вымогательства денег, на которые, казалось бы, уже давно никто не должен реагировать. Люди находят объявления гадалок-экстрасенсов, которые обещают помочь решить любые жизненные проблемы и исцелить от любых болезней. Ступают с ними, если это сеть интернета, то в переписку, если это телефон, то в телефонные разговоры. Последние обещают им совершить какой-то либо обряд, который поможет им либо с исцелением, либо наведет в семье порядок, что семья будет счастлива и хорошо. Но за свою услугу они просят перевести денежные средства, за оказанный тот или иной обряд, ту или иную приведенную процедуру. Пообщавшись с псевдолекарями, многие все-таки приходят к выводу, что эти люди обычные шарлатаны, но находятся и те, кто верит в их магические способности. Так, одна саровская семья совсем недавно перевела на счет экстрасенса более одного миллиона рублей, но помощи так и не получила. Сотрудники саровской полиции в очередной раз призывают граждан быть внимательнее и осторожнее, и не перечислять свои деньги незнакомым людям. А людям, которые хотят получить ту или иную медицинскую помощь, обращаться к традиционной медицине, а не верить обычным шарлатанам и мошенникам, которые пользуются их доверием. Что касается интернет-магазинов, прежде чем оформить тот или иной заказ, узнайте, как долго он существует, и поспрашивайте у знакомых, может, кто уже покупал вещи в этом магазине. И только после того, как вы соберете максимум информации, можете смело совершать покупку. Мария Руинч, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.